АЛЕКСЕЙ ТАМТОСОВ Алексей Тамтусов, историк, политолог, крупный специалист по национальной политике, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. В течение ряда лет работал заместителем министра по делам Федерации национальной и миграционной политики Российской Федерации. Ныне советник ректора Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Алексей Александрович, наконец-то я по прошествии 37 лет, я ту давнюю такой замысел свой провести разговор с вами в Сахатеатре осуществляю сегодня. И для меня это в какой-то степени такое событие, радость, поскольку сама передача называется «Эль-Ите». «Эль» это, вы знаете, на тюркском языке это государство, страна, народ. «И» это обод. Моя задача в этой передаче на примере подлинной элиты, каким считаю вас, на примере их размышлений, их судьбы молодому поколению, неизвестному для нас, сделать премьер. В те годы, в 82-83 году, вы увидели как раз мой спектакль, когда вы были заведующим отделом культуры обкома партии. Почему-то решили, что я могу управлять таким сложным организмом, как театр, и я всю жизнь благодарю. В свое время вы сделали такой выбор, и, может быть, неплохой выбор. Разговарив с вами на разные-разные сложные темы, я всегда обнаруживаю вот эту внутреннюю такую дерзкость и молодость. Что такое для вас комсомол? И из вас сейчас дух комсомольца ушел или еще до сих пор живет? Я не родился комсомольцем вообще-то. Меня приняли в комсомол, когда я учился в 10-м классе в мае месяце. Когда меня призвали в армию, а это был военный призыв, я с 42-го года, и очень мало было людей таких. В те времена очень мало было. Да, и брали до 28 лет и брали со всего Союза. Точтям чистил картошку. И вот подбегает какой-то офицер и кричит, кто умеет писать красиво? Правильно. Я, говорю, я серьезно спрашиваю. Это я пишу по-русски. По-русски пишешь? Я не только его переписал, я еще отредактировал. И потом где-то уже полшестого я пошел, отправились спать. Два часа меня разбудили. И вот так я попал в политическую часть, политотдел. Я был писарем, потом был инструктором, потом секретарем комитета комсомола, потому что я имел среднее образование. Потом я вырос на Прииске, в Аллахинском районе я родился. В классе было 20 с чем-то человек, из них было 14 национальностей. Литовцы были, немцы были, корейцы, китайцы и эвенки были. Так что я в этой среде вырос. И потому, конечно, у меня несколько иное отношение к национальным вопросам. Но чтобы идти в Министерство по делам Федерации, национальной миграционной политики, конечно, я еще долго прожил в разных местах. То, что я вырос в трудовой семье, я работал где-то 8 лет. Помогал хозяйству, летом косил дрова и прочее. Я трудоголик. И вот когда я в армию был призван, и вот когда меня взяли переписывать протоколы разные, я доказал, что я это делаю очень добросовестно и основательно. Обратили на меня внимание, то это, конечно, потом сделали инструктором по политзанятиям. Я попал в библиотеку. Не классической литературы, а вот журналом. За рубежом журналом, по лицам образования. Вокруг света. Вокруг света. Так что я приобщился. Но, с другой стороны, я думаю, это не это главное в жизни. Человек проходит с годами, значит, каждое десятилетие этой эпохи. Вот если взять мою судьбу конкретно, то она была, ну, какой-то фатальная была для меня везучесть. У меня очень хорошие были командиры. А при том, армия была тогда, когда меня призвали, после победы всего прошло 17 лет. И вот эти командиры, им было по 40-45 лет. И это были совершенно другие люди. Недавшир вообще понятия не было. Но старики были. Да, старики. И старики молодым относились, знаешь, как к младшему брату. Ну, была секретарем комитета комсомола, а там было почти полторы тысячи человек. И нас всего из Якутии, Якутии было двое. И опять мне повезло, то, что там возник национальный вопрос. Когда призвали, ну, в малограмотах тоже, вот из Армении, Азербайджана, вот этот первый карабахский кризис я там увидел, когда азербайджанцы с армянами стали драться. И вот тут тоже я школу прошел. Что там, ну, главное в этом конфликте, что главное? Вот какой вот, из-за чего? Ну, я такой обывательский вопрос спрашиваю. Хотя, наверное, многие телевизорители тоже понимают, но мне очень важно услышать от вас, человек, который в это время, в те времена, Советский Союз распадался и так далее. Я еще в СК КПСС работал, в отделе национальной политики. Да, да. И, ну, я скажу, что меня не Якутская обкома отправляла, они сами меня взяли. Оттуда? Позвали? С Якутской. Я защищал кандидатскую диссертацию в 71-м году. Она назвалась «Общественно-политическое деятельность Мартина Лютера Кинга». Рассовая проблема в США была острейшей. Эта история была лет 200-300. Мартин Лютер Кинг в 35 лет получил Нобелевскую премию. И вот когда меня пришли в Институт США и Канады, вот скажите, вот у вас есть тут научный сотрудник, который знает вопросы там, прочее. Там Арбатов говорит, да вот у нас Якутия есть, который, говорит, у нас стажировался. И вот так я попал. Они меня пригласили. Потом вот я ездил в разные там конфликты, да, там. Ну, конечно, так как я занимался неграми, создавал Ассамблеи народов, я, конечно, был подготовлен просто человек. По-моему, у Тора или у кого-то было такое высказывание. Начало наперед владычно над всем последующим. Рассказывать про армию, о простых вещах, там, о конфликтах и так далее. И все время проступает вот это национальный вопрос. Это сложнейший вопрос. Скажу тебе вот насчет Тора, да. Это американский писатель. Он был проповедник теории ненасилия. И он фактически взял вот концепцию ненасилия, не отвечая на зло злом. Он взял этот тезис у Толстого. А Толстой этот тезис узнал, когда работал на Кавказе. Первым носителем теории ненасилия, не отвечая на зло злом, иначе породишь еще больше зло. Он был чеченец. Каин такой был, да. А потом, значит, этот кунак Толстого стал рассказывать, что у нас такой был шейх. Толстой заинтересовался. И сильно ему понравилась вот ненасильственная теория ненасилия. Потом Толстой когда-то все написал, он не убей никого из статья. Не убей никого. Мартин Литеркинг дипломную работу писал про Тора. Был его любимый писатель. Любимый человека, как самого себя. Что является национальной политикой, да? Я думал, это будет последний вопрос. Но сегодня национальная политика, она замкнулась на Кавказ. И в этих стычках, с одной стороны, представители Кавказа, в том числе чеченцы и русские. И почему-то решили, что это узловой вопрос, это кавказский вопрос. А на самом деле узловой вопрос, это русский вопрос. Мало кто интересуется, что целое поколение чеченцев, оно не училось, там война шла же, война потом гражданская. А потом, когда они стали 30-летними, они фактически не учились, у них осталась память же о войне. И вот они, ну чеченцы, я скажу, народ очень уважающий себя, и очень смелый, справедливый народ. Храбрый. Храбрый народ. Они же вот фактически воевали с Россией 200 лет. И вот когда начался распад Советского Союза, ну, конечно, они были одним из первых, но они просили немного, просили не меньше, чем Татарстан добился. Меньше они просили, получается. Меньше просили. Чем Татарстан. Да, да. Так. Я как-то дал интервью по телефону литературной России. И вот я так тогда ответил, что вообще, говорю, я считаю ключевой вопрос национальной политике русский вопрос. И сослался на пример одной из круглых столов в Татарстане. Там один очень известный человек, Агдас Бурганов, знаменитый доктор философских наук, докторскую, которую они утверждали 24 года. В 1966 году защитился, мелкобуржуазные партии, период Октябрьской революции. И там сказал, что меньшевики, кадеты, ассеры имели программу, большевиков вообще не было никакой программы. И вот он задает вопрос. Вот русский президент уже 5 лет пьет, вы почему не говорите, хватит? Если бы Шаймеев пил, я вышел бы в площадь Казанского Кремля, все бы знали мою фамилию. Русский народ, говорит, старший брат. А вот вся русская земля, говорит, запустела, буряном поросла. Почему русский человек не хочет там свою землю обустроить, а он еще старшим братом называется? Ну, я дальше развиваю философию, говорю, да, интервью. Конечно, говорю, вот, в первую очередь надо понять чеченцев. Они 200 лет с нами воевали в составе Российской Федерации. А почему мы с них требовали, что они такие-сякие? Русский вопрос, говорю, вот, самый, говорю, ключевой, а не кавказский узел. И надо заняться, говорю, реабилитацией искус русских территорий, социокультурно-гуманитарно. 16 декабря 2016 года литература на России там есть. У Толстого же есть потрясающий поиск, Хаджи Мурат. В 2010 году было столетие со дня смерти Толстого. Я, значит, Андрей Бусуидин, он был первый замминистра фактически, вынесите, чтобы отметить столетие памяти Толстого. Надо, чтобы постановление правительства принять. Они вышли на Медведева, а тут к нему пришел патриарх Кирилл. Ни в коем случае нельзя. Он был отлучен от церкви и прочее. Российская православная церковь, она имеет очень длинную историю. А если говорить периодизация, там была церковь доордынская, православная, потом была постордынская, потом была допетровская, потом послепетровская. Это реформы были. Золотарда, их же наделила землей, и освободила всех налогов. Русская православная церковь не выступила против крепостного права. Сегодня только 4% православных людей ходят в церковь. Недавно был в Чечне, на фестивале, театральный фестиваль федерации, и познакомился с Кадыровым. Как преодолел этот огромный кризис его отец Ахмат Кадыров. Он почти меньше, чем за год перевернул живот. Это как раз непротивление зло злом. Для них это был переворот сознания. И он сам же имамом был. Режиссер, он всегда думал, осмысливает. Даже у меня есть интервью, вырезки. Два десятка режиссеров, которые давали интервью газетам. Так как я мог бы тебе их подарить. Интересно. Потому что они видят реальность глубже всех. Они ставят кино, спектакль, они же осмысливают. и стараются там поймать тот, как импульс, которым живет человек или общество. Понимаете? А так как все нельзя говорить, как у нас так принято, надо, чтобы это было не противоречиво. Метафоры. Да, метафоры. Могут там тебя обвинить там шовинизм, национализм, космополитизм, как угодно. И вот еще раз русская православная церковь. У них есть так называемые православные спортсмены. Это же вообще, это же тоже изобретение. Православные спортсмены? Спортсмены, да. Когда я так рассуждаю, то говорят, ты не боишься? Я говорю, вот книга Святитель Иннокентий. Ее же издал Якутский дом. Я был президентом Якутского дома. Святитель Иннокентий вообще был гениальный человек. Он был нестяжатель. У него не было ни земли. Был такой сундук, где были эти атрибуты, значит, священника. А вот сейчас церковь пытается отобрать там парки, чтобы там прочее, чтобы туда, отнести к церкви. Я считаю, что вот эта тенденция, значит, вызывает отторжение. И я к вере православной вере отношусь с очень большим этим уважением, традициям. Но в политике патриархата я не согласен. Вот вы были заводделом культуры обкома партии. Там как раз начиналась как бы вот та плеяда, которая сегодня одним из самых таких ведущих деятелей культуры искусства. Многие деятели культуры про вас высказываются в самых таких лучших тонах. Хотя я же знаю, что вы не всегда хвалили, как меня иногда хвалить. Когда я был первым заместителем председателя правительства, я же тебе сказал, слушай, если я бы не уходил, то я бы тебя снял с должности. А ты сказал, почему? Я сказал, ты должен заниматься художественным творчеством. Я, чиновничья работаю, она тебе мешает. Да, я помню, помню. Очень хорошо помню. А ты мне сказал, только об этом не говори, говорит, по телевизору. Сейчас можно говорить. Сейчас можно. Вот национальная политика, вот я так считаю, да. Вот сейчас нападает, что Татарстану запрещают изучать татарский язык. Притом вот есть женщина, которую возглавляла Ольга Васильевна, Артеменко. Она сама по специальности учитель зоологии, что ли. Ну, как-то случайно оказала в этой обойме. И вот приехала с министром Фурсенко и говорит, вот почему они хотят изучать, потому что они хотят политизировать молодежь татарскую, чтобы они были такими, да. Но здесь главная задача, нельзя нормировать изучение родного языка. Национальный язык это не очень слово такое. Родной языка. Но изучение русского языка надо сделать в каком-то объеме обязательно. Мой друг академик Нигматуллин. Он как-то издал книгу «Как обустроить власть экономики в России» в 2004 году, 15 лет прошло. Он там пишет. Нельзя запрещать национальные языки и возвышать значение русского языка за счет ограничения преподавания национального языка. Родного языка. Но в то же время надо любому национальному знать русский язык. он делает нас умнее и богаче. Это выдающийся татарин, который является профессором многих европейско-американских университетов. И он читает лекции, он совершенствовала английский и немецкий языков. Он занимается термоядерным синтезом. И вот когда ему было 70 лет, я написал небольшой эссе. Вот Саханьюз. И вот о нем вышла книга после, да, так поместили, одно из самых первых, это мое эссе про него, статью. Вот я вот это как раз этих фразы привел. Вот раньше было Крымское ханство, Казанское и Астраханское, да, и вот какой-то учитель зоологии приезжает в Татарстан и говорит, что надо ограничить преподавание языка. А вот в то же время говорят, вот сейчас хотят Куликовский битву там просто да никто не знает, что там было. И вот когда я работал в Комсомоле, была выставка Клазунова, Куликовская битва. Там он менял персонажи, он же конъюнктурщик был, и вот он менял персонажей чуть ли не каждый месяц. Но я как специалист по расовым отношениям, я сразу видел, что антропология очень политизированная. Эти все русоволосые, кони у них белые, а эти черноволосые узкоглазые все под копытами лежат. ничего не сказал. Я когда что-то вижу необычное, я всегда молчу. И смотрю, казахи засобирались, ушли, и за ними татары. А потом, когда пришли в гостиницу, они начали возмущаться. Возмущаться. что такое-то, такой-сякой. Хотя в Куликовской битве на стороне Ордынской хана были Рязанские, Черниговские, и князь Ягайл шел в защиту хана. Это была борьба княжеств. И первый, кто поздравил с победой русского князя, был казанский хан Тахтамыш. Факт исторический. И вот сейчас, когда я заступался за чеченцев, а потом значит за татар. Три ханства. Почему? У них есть имперское сознание. А почему сейчас мы хотим показать, что Россия всех победила? Это противоречит духу русского народа. И вот Владимир Ключевский это выдающий историк, который цитирует Владимир Путин. А там в третьем томе на 13 странице 12-13 есть целый абзац. Как русско-кцарское правительство угнетает свой народ, царь не любит свой народ, а народ не уважает царя. И пишет российское узнавство пухнет, а народ хереет. И вот эта история до сих пор продолжается. Вот я заступился за татар и понравилось. Там есть такой один контекст у политиков. Ученых там нет. Татарские политики считают, что баштирского нации как такой нет. А есть татарский субэтнос. Там грамматика, язык отличается 5-6 процентов. Понимаете? так что национальная политика очень сложная штука. И все вот любой национальный вопрос является гражданским. То есть национальный вопрос это гражданский? Гражданский вопрос, а не политический вопрос. А потом вот в 14-м году было 100 лет статья Ленина право нации на самоопределение. Это статья провокационная. Абсолютно. Сознательно провокационная. Сознательно провокационная, чтобы противопоставить национальной окраине против сарско-самодержавия. Представляешь? А то есть оно написано было в 14-м году, когда началась мировая война первая. И Роза Лексимбург написала статью, что это не только что чушь, это провокация, что в таком государстве не может быть никакого права на самоопределение, если все народы живут в одном государстве. Надо найти общий язык и создать гармонию. Один якутский политик провозглашает, что мы впервые после Китая реализовали концепцию Ленина права нации на самоопределение. Но я ему ничего не сказал. А потом, когда там что-то обед был, я ему сказал, что нельзя тиражировать, это не то, что ложь, это глупость. Есть книга, у меня много книг, есть про Ленина, написал и французский автор. Он пишет, вошел русской революции не носил ни капли русской крови. Сегодня, значит, Чувашкову переносит имя Ильи Дмитриевича Ульянова. И? Да. То есть, это работало на его основную политическое философское обозрение. Это, значит, в 97-м году или в 8-м было 150 лет великого Чувашкову просветителя Ивану Яковлевичу Яковлеву. А я был зампредседателем оргкомитета от России, а председателем был Николай Федоров. И тогда я узнал, оказывается, вот Ляновский, Ляновский, Симбирск, это тогда Волжская была губерния, и это Яковлев создал 1300 школ, в том числе Борисских, Чувашских, Мордовских, и так далее, да, и у него в приемной сидел инспектор Ульянов, а в истории писали, якобы этот Яковлев сидел в приемной Ульянова, понимаешь, на самом деле было не так. Часто событийно получалось так, что и после революции, и потом советское время, в 86-м году, там где-то другие годы, и наших классиков всегда обвиняли национализме тогда. Есть ли доля истины в этом, или опять вопрос не наш. Вот самое интересное, да, вот носителями обвинения якутов, буржуалов, национализм, сами якуты. Якуты, но я не буду назвать фамилии, ладно? А в Ленине есть один тезис, буржуазный национализм у гневтюрных народов оправда. Оправда? Да. И вот когда в 78-м году, столетию Кулаковского, приехали два ученых, Анатолий Филиппович Смирнов и Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич. Вот один профессор, дациент занимались, значит, насколько буржуазный был националист Кулаковский. Черяев Прокопьев просит, что с этим доступом этих людей занимался я, Алеша Михайлов. Моих перевели в парпрос. И народ ходит куда смелее, чем в Компартии. И вот пришел Федор Григорий Сафронов. Оригинальный человек. Он сказал, что Кулаковский был буржуазным националистом и не мог быть другим. И цитаты Ленера показывает. Письмо написал в 1912 году. Невежды могут обвинять, что это письмо как националиста. Это письмо интеллигента угнетенной нации. Угнетенной своими тайнуатами классическими. Царским самодержавам, естественно. И те замолчали и говорят, самый интересный собеседник был он. А если говорить в народе саха, то я считаю, так как я был во всех республиках автономных России и во всех союзных, кроме одной республики. Я не был в Армении. Якутия, она благодаря политической ссылке и прочим. Потом я скажу, что якутская нация антрополистская она неоднородна. Вот те, которые родились в Вильюрской группе, они совсем другие. Те, которые по Алдану, они совсем другие. А те, которые в Верхоянске, там они больше американизированы были раньше. И притом даже антрополистских якутов очень разный. И то, что Якутия стала одной нацией, это чисто не генетически такой кодифицированный код. Это даже у них культура несколько такая иная. Раньше были такие якуты речные и озерные. не слышали? Балаксеттарты. А вот у народов севера тоже есть. Вот эти оленеводы, нанайцев, других не признают за народы севера. Они говорят либо китайцы, либо корейцы. Манчжуры. Манчжуры. А так я могу сказать одно, что не потому, что я сам из народа саха, но я скажу, что по уровню подготовки научной в научном плане, подготовки культуры искусства, мы все республики превосходим, кроме Татарстана. Татарстане университет 200 лет. Я еще защищаю, что имперские сознания у народа может быть, у них треханство было, сейчас нет. А мы пытаемся возродить только великую Российскую империю. Это противоречит одно другому и создает какие-то противоречия между людьми, которые занимаются политикой. И вот на мой взгляд, сейчас создали федеральный университет. Я был четырех федеральных университетов, пяти. Он у нас один из лучших. Наш, якутский. Да. И по материалу культурного обеспечения превосходит все. Я благодаря Евгению Михайловой. И она очень много добилась. но так как она работает 10 утра до 3-4 утра, это, знаете, конечно, не всем нравится. Вот главная миссия университета воспитания культурного человека. Все, что есть у нас, что-то может поднять любой народ, любой профессии, это культура. Я представитель народа Саха. Я еще живу в Москве. И вот я был заместителем у пяти министров по делам национальности. У меня жизнь такая школа очень интересная, понимаешь, что-то не у всех столько. я работал в районе, я работал в университете, учился там, в Америке я бывал много раз. И скажу, что якутская молодежь очень способная. Но то, что много иногда увлекается традиционными ритуалами, я считаю, что это перебор. Сахи проводят две недели, куда годится, надо же готовиться к посеву и прочее. А вот есть такие гагаузы в Молдавии, это самые западные тюрки, православные. Так у них же два праздника, это когда посевные кончили, они два дня гуляют, а потом после того, как собрали это все, тоже два дня гуляют. Больше нет. Чистый поселок, вот я еду в Гагаузии, смотрю, там много свиней, много таких людей, это украинцы, украинский поселок, ходят в таких ярких одеждах, либо в красных штанах, либо черт знает в чем. Молдавский. Раз все дома побелены, все дома чистые, очень, это Гагаузский, там 5 районов, там 4 района, вот это значит культура, вот у нас половина якутской населения живет в якутске, половина в селе, а там же нет ни газа, ни унитаза, понимаете, нет механизации, элементарной механизации, хотя это можно было внедрить, вот мы огромные деньги даем субсидии селу, мы же ни одного такого технологического производства не наладили, а тратим десятки миллиардов рублей, и вот когда я подал инициативу, что заняться молоком, молочной продукцией, это во-первых, либо его перелит порошок, либо какие-то новые качества, но самое главное, молоке не должно быть антибиотиков, если молоко с антибиотиками, все его ценности пропадают, потому что они убивают полезные и вредные микробы, а вот финлядне выдающие успехов, я нашел там какой-то финал алгоритм, который выиграл мировой тендер подвелье зубов, насчет якутской молодежи, да, вот они уезжают, я прочитал, одни живут в Калининграде, другие живут в Словении, там кто-то в Канаде все очень довольны, да, и вот надо заниматься, готовить их, надо, чтобы они, вот народ китайцы, все китайцы помогают Китаю, но китайцы очень трудно живется в Южной Азии, там все банки и все эти возглавляют китайцы, и все эти малазийцы, они возмущаются, финансово такой капитал вес у них находится, и еще научный, и вот надо выходить за рамки предела республики, поощрять, а потом, чтобы они не расставались со своей родиной, и при том, вот, есть тут местные русские, да, но все же к ним надо внимательно относиться, вот мой друг инвалид, он приходит в больницу, потом, он русский старовер, у себя родился, честнейший человек, он приходит, у него ноги, нога болит, и вот сидит медсестра, значит, с врачом, говорят, на якутском хохочет, а он же чувствует дискомфорт, вот эти мелочи серьезные, и вот недавно умер Леонид Левин, да, он как-то сказал, вот, если есть, говорит, якутские националисты, то от Алеши там тот самый изощренный якутский националист, вот я, что бы я ни делал, я, в конце концов, даже будучи какой-то физический динс в Москве, если я иду, они знают, что я якут, чтобы прийти к нему, я, говорю, читаю все, что он написал, и что ли о нем написали, и потом я должен найти один вопрос для диалога спорного, я должен доказать, что он не прав. это как Тяжельников, когда вот молодой Тамтозов выступил, и он сказал, вот узбек хорошо выступил, тогда Тамтоз сказал, нет, я якут. я в Ленинграде был, я в Ленинграде был, там, значит, тысячи аспирантов, а комсульской организации не было, и там вот первый секретарь горкома, Иванов Владимир Титович, потом за оргом в СК был, и Тяжельников пришел, но меня через кафедру нашли, там сотовых телефонов уже не было. Вот Тяжельников встречается с нами, вот ты был секретарем комиссового Якунского университета, он мой друг, секретарь комиссового говорит, давай, мы тебя назначаем секретарем комиссового организации аспирантов. Ну, тогда припиской занимались тоже. Я выступил, там еще сказали, что я вот, что он защищает диссертацию по Марту Литтерхингу, знает английский язык, и там вот, секретарь комиссии комиссии скрадирует всех аспирантов. Он говорит, ой, молодец, я вот у вас был, говорит, на родине, я не слышал тебя Якунского, я говорю, а где? В Узбекистане. Я сказал, нет, я не узбек, я Якут. И вот, когда Черяев поехал представлять замену себе, он Черев, Черев был, да, да, Иван Денивич, он хороший такой, но он старше меня на 4 года, а еще, значит, ну, он еще в университете учился, оттяжельник в господстве, там какой-то Якут есть в Ленинграде, он уже защитился, он должен был на днях защищаться. Вот, говорит, интересно, он там комиссионская организация университета, секретарь, а тут за ворк сидел, а бывший первый секретарь, он был, да, да, я его знаю, потом фамилии-то вспомнить никак не могут. Ленинградский парковник, там кто из Якутии, ну, там нашли меня, учетный карточек там же, и вызывают, говорят, я уже защитился, давай езжай в Якутию, значит, вот я приехал, потом через три месяца я остался секретарем. Да, когда вы работали мэром, там были какие-то моменты, когда я приходил, и там я спрашивал, ну, про одного там товарища, руководителя, или деятеля культуры, и так далее, про другого, про третьего, у вас были точные характеристики. И вот я спросил про Николая Лугинова, Коля Лугинова, я спросил, кто он такой? Он сказал, мыслитель. А я кто? А тогда Томтозов мне говорит, ты верующий, и так далее. Мне подумало, что вам, наверное, стоит короткими такими характеристиками обрисовать, особенно в новейшей истории, людей, которые окружали вас, с которыми вы общались, там, начиная с Тяжельникова, там, да, Чиряев, там, и президенты, и так далее, это было бы интересное, ищетиво. Иссистика, это очень такая, увлекательная вещь. Очень много интересного, даже тайного, даже мового, сокрыто за вашей жизнь, судьбой, и так далее. В этом разговоре это невозможно, но тем не менее, мы поговорили очень на разном направлении, главный вопрос, как мы задели так. Я считаю, что я допустил одну ошибку большую, тебя не поругал, как ведущий, потому что все считают, что вот бирьки опять, таян, лешат таварем, тойки бирь, тахтах, привычка лах, махат тарасов, соспот кудыки, где-то, чуть чего, говорит, обязательно, что сказать, сказать, какой-то пакость, но я не говорю пакость, мне очень приятно было с тобой беседовать, и вообще, я считаю, что республика очень много сделала. Самое, ну, науке в культуре, значит, мы занимаем очень хорошие такие вот. Вот есть такой человек, Вячеслав Всеволод Иванов. Да, да. Он сын Всеволод Иванова, это друга Горького. Это просто человек-легенда. Потом, когда спросили, сколько языков знаете, он сказал, откуда я знаю? Ну, говорит, я написал статьи научные по грамматике, фонетике языка 43-х народов. Субтитры создавал DimaTorzok Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok Иванова.